Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Климчук и это канал Бородачи ТВ. У нас сегодня в гостях президент Федерации бокса по Сосновому Бору, босковцев Станислав. Тема нашего выпуска это история развития бокса в Сосновом Бору и как раз об этом расскажет Станислав. Станислав, давайте, ну сразу можно на ты перейти, да, чтобы нам было немножко проще. Расскажи, пожалуйста, про историю бокса в Сосновом Бору. Хорошо, тем более, как бы сам стоял все время у истоков в том смысле, что общался с людьми, которые этот бокс возрождали у нас в городе, которые его ставили, которые продолжали традиции. И, в общем-то, есть о чем поделиться, чтобы знала молодежь, чтобы знали другие люди, с кем приходилось общаться, чего мы добивались. А с чего вообще все началось? Началось, конечно, с Игоря Галентиновича Угрозова. Это первый тренер города Сосновый Бор, он сюда в 73-м году приехал. То есть, 73-го года, это считается год основания Сосновоборского бокса? Да. И организовал секцию, и, в общем-то, мальчишки пришли, занимались. Так, среди сосновоборских ребят это была такая альтернатива борьбе, потому что была еще секция дзюдо. И те, кто любили, как говорится, показать свои мускулы, они вот нашли альтернативу в боксе. А где вообще это вот место, первое место, откуда, с чего началось? Это вообще подвал госпиталя. То есть, вот это первое место, откуда начался бокс, это подвал госпиталя? Да, да, да. И там несколько просто проходов, коридоров, висели мешки там чуть ли не самодельные. Я это не застал, знаю по рассказам старших товарищей. Они тоже вспоминали, но они вспоминали, с каким энтузиазмом проходила работа, как они тренировались, как выкладывались. Но вот если сравнить с условиями здешними, ну, сегодняшними, вернее. Есть сейчас много трудностей и прочими, но то, что было там, это вообще не сравнить. Наличие инвентаря, вернее, почти отсутствие. Все на энтузиазме. Да, абсолютно, на энтузиазме. И ребята горели, тренер горел энтузиазмом. В процессе тренерской деятельности он на соревнованиях пересекался с другими тренерами. И вот следующий тренер, мой уже тренер, Петр Кузьмич Сидорин, тоже приехал в Сосновый Бор. Он приехал с Казахстана, приехал с ребятами, уже подготовленными спортсменами, юношами. Причем сам он достаточно как бы серьезно боксировал на уровне сборной стороны, с кубинцами боксировал. То есть ему было, что преподать. И вот этот вот, скажем, симбиоз тренерский очень дал хороший результат. Потому что ребята сразу же, и местные ребята, и те, кто приехали сюда из Казахстана, с города Усть-Каменогорска, они сразу ворвались просто в сборную не только там области, а в сборную Ленинграда тогда. Это республиканский уровень. С Ленинграда сразу выходили на Союз люди, и они ездили на Союз. То есть они выиграют Ленинград, почти вся сборная Ленинграда стала сборной, это вот сборная Соснового Бора. После этого прямая дорога на Союз, плюс по обществам. И они показывали в призы, в призера Союза сразу же несколько появилось. То есть это уровень, не знаю, по современным меркам это международники. Знаешь, сразу вопрос такой вот возникает. Все-таки я тоже немножко зацепил период 90-х. Это достаточно такой серьезный, трудный период в жизни каждого человека, который проживал в 90-х. Бытует такое мнение, что большинство спортсменов ударилось немножко, скажем так, в криминал, серьезные такие, скажем так, организации. Как вообще вот эта ситуация повлияла? Потому что денег не было. Стоялись задачи такие серьезные, как накормить семью, и люди искали любые способы для того, чтобы заработать и прокормить семью. Как это повлияли вот эти 90-е на развитие бокса в Сосновом Бору? Про Сосновый Бор мне в какой-то степени тяжело говорить. Я в этот момент находился в Санкт-Петербурге. Но Сосновый Бор как бы навещал, с ребятами все время общался, как и чего. Конечно, было сложно, особенно тем, кто учился. Если в советское время с этим проблем не было, там давали талонов, кормились. То есть всегда можно было покушать, всегда зальчик, то там с проживанием тоже проблем не было. То в 90-е это, конечно, отразилось на самой как бы малообеспеченной части боксерского сообщества. Это ребята, которые учатся, которым, как говорится, нужны деньги не только даже на пропитание, но на самоутверждение где-то. Такие мелочи, например, телефон, кроссовки. Это сейчас у каждого есть. А раньше на это очень серьезно смотрели. Ну, причем, даже я вспомню, там 70-е годы, там человек, например, в джинсовом костюме. Все, он уже попадал в этот поле зрения у всех и, в общем, за него боролись, я так понимаю, да? Сейчас на вертолете. Вот ты прилетишь, ты такое впечатление не произведешь, чем, например, ты вот такой красавец пришел. И, естественно, в бок же идут ребята достаточно как бы амбициозные. Хочется быть везде первым, не только и в спорте, и кому-то в учебе. Ну, кто в чем как бы может выразиться. И эта составляющая, естественно, может быть и тянула куда-то в сторону. Ну, находились как бы товарищи вот из старших спортсменов, которые помогали молодежи, говорили там, ребята, вот вам деньги, никуда не лезьте, там, ну, чисто поддерживали ребят. Какую-то экипировку свою отдавали. Ну, то есть, своя внутренняя какая-то философия, да, позволяющая все-таки направлять и воспитывать детей немножко, ну, в культурном русле. Да, причем это шло не от каких-то социальных организаций, а это именно вот ребята, которые помнили себя молодыми, хотели что-то как бы ребятам отдать, какие-то свои ошибки вспоминали. И я думаю, что многих спортсменов удержали от шагов. Ну, это клубная тематика, то есть, это формирование как раз клуба, да, в целом. То есть, это не просто как бы место, где можно побить грушу, а действительно какие-то общие интересы объединить и действительно каким-то образом реализовать. Такой вот вопрос. Ты почему пришел в бокс? Что тебя вообще сподвигло заняться боксом? Ну, у меня это, конечно, слишком не характерно. Нет, у нас, тем более, что наоборот, вот отношения, я, конечно, занимался там, все, всеми виды спорта как бы прошел. Ну, в бокс, наверное, пришел позже всего. У нас было немножко такое отношение, ну, чисто с основоборских ребят. Ну, типа, не умеешь драться, ну, иди там, это самое, там, боксом позанимайся, может, там, или борьбой, может, тебя чего-нибудь научат. А мы и так все умеем там сами. А потом, когда где-то вот уже твои возрастные, как бы, ну, по возрасту ты вроде среди ровесников лучший, а потом твои, как сказать, генетические качества уже начинают, уже фенотип начинает брать вверх. Уже раз смотришь, а тебя уже начинают и бороть, и начинают еще, так, думаешь, а где ты-то нахватался, парень? Так, извини, я эти 6-8 лет там занимался, в секции ходил. Так, интересно, тогда, наверное, и мне тоже надо, раз такое происходит, что-то непонятное. Я вчера был самым сильным, а сегодня уже нет. И вот, честно сказать, не из-за того, что били, а из-за того, что тоже, как бы, желание быть где-то в первых рядах. Ну, и вот внутренняя тяга, как бы, вот эти ребята, которые занимаются боксом именно, они мне импонируют больше всего. Вот, именно, чистым по манерам, по образу жизни, по поведению, даже, вот, скорее всего, вот это вот. В детстве именно это так, и в юности проглядывали. Часто прилетало вообще? Ну, так. Честно сказать, я в детстве очень много, как бы, в наше время так это невозможно, а в детстве мы очень дрались постоянно. Вот перемена, деремся или боремся, деремся или боремся, во двор вышли, деремся или боремся. Ну, там, правильно. В детстве, это такое, ну, в подростковом, особенно, в возрасте, это сплеск гормонов. Поэтому, сам тоже это частенько и гоняли, и где-то и боролись. Да, нормально. Вообще, вот Андерсонград у нас был, мы там собирались, у нас или на мечах постоянно рубились, или с самострелов стрелялись, на белые пески уходили, там чуть ли не милиция разгоняла. Как картопан же, да, был, или как, не помню, из картошки стреляли, это как называется-то? Нет, из гороха стреляли. Из гороха? Нет, мы еще из картошки стреляли, то есть специально заряжали такую в трубку, ну, как бы делали патрон, как картошку втыкаешь, картопан, я не помню, как назывался, но было-то и такие влечения, просто сейчас об этом, о чем мы говорим, конечно, наверное, непонятно, поэтому, если кому будет интересно, то про 90-х загуглите и посмотрите. Слушай, Станислав, такой вот вопрос, когда начинать и с чего? Начинать, конечно, боксом лучше заниматься годом, даже, ну, отдельно, как бы, опять-таки, генетически у всех особенности, вот, ну, 10-12 лет. Начинать, да, примерно с 10-12 лет? Да, есть нормы, нормативы какие-то там, раньше мы с 14 вообще занимались, и боксом до этого нежелательно было заниматься. Ну, вообще, бокс – это достаточно такая серьезная нагрузка на сердце, ну, потому что это, во-первых, сначала разогрев идет, я просто сам бегаю по 20 километров, бывает, ну, участвую в полумарафонах, у меня так достаточно щадящая, скажем так, форма тренировок, вот, а просто иногда ходил пару секций, я просто понимаю, что сначала идет разминка, и потом все вот этот в режиме нон-стоп гоняет, и поэтому, я так понимаю, достаточно серьезная все-таки тренировка. В основном не из-за этого, не из-за физиологии, а потому что бокс, как ни странно, он все-таки требует каких-то вот, например, ту же биомеханику объяснить 8-9-летнему ребенку очень тяжело, вот, просто ОФП заниматься, ну, недостаточно, нужно все-таки, нужно все-таки давать специализацию. Бокс, боксерский зал, вернее, какой он есть, он все-таки в чем-то ограничен. Если, например, взять зал борьбы, там есть маты, там можно кувыркаться, акробатикой заниматься, то есть, и в то же время и бороться, это контакт непосредственный. То в боксе, бокс достаточно, в какой-то степени, если не считать ринга, это занудно, достаточно, там, 500 ударов, там, правый, 500 ударов, там, левый снизу. Ну, я образно говорю, 500, кому-то из 100 достаточно, вот, ну, надо набирать, как говорится, постепенно, вот, там, чтобы у тебя вот это вот само движение перевести в подсознание, чтобы оно не получалось сознательным, оно должно быть подсознательным, то есть, ты не думаешь, делаешь, то есть, ты выводишь, сигнал не заходит в мозг, а он проходит мимо мозга и сразу идет на действие. Вот примерно такого добиваешься в мозге, а мозг, он следит за противником, за его, там, какими-то ошибками, передвижениями, анализирует, а тело действует само. И чтобы вот такого механического добиться от него действия, раз появилась цель, декан отреагировал и все, просто, если будешь прогонять через мозг, это долго, это, может быть, пришел, подумал, а может, это мне сделать, а может, это, а ты делаешь все сразу. Ну, я так понимаю, вообще, когда идет тренировка каким-то соревнованием, то вся аналитическая работа, она идет до, скажем, до ринга, когда мы просматриваем те же, ну, то есть, вы просматриваете бои, как дерутся или, там, как боксируются оппоненты. Про подготовку говорю, и вот, я почему, как бы, это тщательно, как бы, говорю, что, вот, например, 10-летнего человека объяснить, что, вот, тебе нужно ударить, там, сто раз, например, прямой удар правый, и при этом, там, заворачивать это, доворачивать это, а он не всегда левую руку от правой ноги отличает. Ну, это, как бы, с этим часто очень сталкиваюсь, там, поставив правую руку, он, там, поднимает левую ногу, там, ну, вообще, то есть, еще не готово. В 12 лет ребята уже более-менее, как бы, это самое, разбираются, соображают. Из борьбы приходят ребята неплохие, то есть, они уже какой-то навык получили, с ними интересно работать. Это как в армии было раньше, сено, солома, привязывали к одной ноге сено, к другой солома. Да, да. Скажи, пожалуйста, Станислав, а что вообще дает бокс, вот, в жизни, скажем так, человеку, уже, ну, взрослеющего человека, взрослого человека? Потому что, ну, на каждом этапе жизни, ну, кто-то, может быть, ну, как иногда так часто бывает, что в молодости мы чем-то увлекаемся, а потом это все дело забрасываем. Вообще, бокс в целом, что дает? Бокс, на самом деле, очень много что дает, но это, опять-таки, определенный тип людей. Кто к этому стремится, тот, например, хочется все время быть на острие атаки, то вот бокс, это как бы идеально, идеально, идеальный вид спорта для этого именно самовыражения. Например, есть люди более спокойные, там, флегматичные, меланхоличные, и им тоже место в боксе, но, тем не менее, может быть, им смысла нет сразу идти в бокс, вот, и они, может быть, там тоже себя там не найдут, они найдут себя позже, когда, ну, чуть взрослее станут. Я, когда защищал диплом в институте Лесговта, вот, у меня почему-то не боксеры, а рукопашники принимали в большинстве свое, то есть сидело несколько человек, и они такие с умным видом мне, как бы, вопросы задают, а у меня тема была темперамента, темперамента, влияние тактики бокса, темперамента на тактику бокса. Они, слушайте, мы вообще не понимаем, тема такая, это самое, о чем мы говорим? Неужели боксер может быть меланхоликом, например? Я говорю, вообще, самые лучшие боксеры, получается, из того, что вы называете, хотя по-научному это вообще слабый и неуравновешенный тип меланхолик, мы уже давно как бы это забыли, там, это гиппократовский термин, сейчас пользуемся там методикой Павлова, но меня вы не поняли, но как бы смысл в чем, объясню, на самом деле, вот этот спортсмен, как мы называем меланхолик, на самом деле, он очень чувствительный, то есть он может предугадывать, я имею в виду, человек с таким типом темперамента, и в боксе, если он смог самовыразиться, он может предугадывать действия противника еще до того, как тот что-то решил сделать, и вот работа вторым номером, это вообще, вот смотреть, когда выходит агрессивный боксер, там, ну, скажем, условный сангвиник, сильно уравновешенный тип, и против него выходит слабый неуравновешенный тип, но он на своем месте, готовый, все, и один просто рвет там его со всех, с обеих рук, лупит, наступает, а тот просто расслабился, довольный, и под его темп, его наносит встречный удар и не пропускает, уходит, проваливает его, вот это вот самая красота бокса, когда вот эти два разных темперамента встречаются, и бой получается, может и тот, и другой выиграть, но бой получается абсолютно красивым, вот, но чтобы, второе, но, это вот чтобы из такого слабого неуравновешенного человека воспитать боксера, это очень сложно, но когда вот это получается, это, конечно, вот, если это натура творческая, то это, это супер, боксер. Какие-то есть вот, ну, вот физические там предпочтения, все-таки тело достаточно, ну, это, с чем приходится работать, и с чем приходится сопротивляться человеку, да, ну, например, у нас такой знаменитый боксер, сейчас я в думе у нас этот самый, заседает. Валуев, какой из многочисленных, Валуев, да, все, он тоже, я так понимаю, много чем занимался, и вот он говорил, что самая такая кропотливая вот у него работа, это борьба с его большим ростом и весом, которым он обладает, потому что он вроде бы и хочет ударить, а пока вот этот идет сигнал, пока он там размахивается, да, он уже получает, поэтому у него вот самая такая, вот я просто немножко так читал, смотрел где-то, ну, как раз он и рассказывал по этому поводу. Вообще, тело действительно, да, все-таки определяет, как будет вести себя спортсмен. Конечно, конечно, это очень важно, и важно, как бы, чтобы тренер тоже соответствовал. Чтобы понимал, да, что какие-то есть. Да, вот именно понимал, потому что я, например, хорошо знаю его первого тренера. Валуева, да? Тренера Валуева, это спортсмен, который вот вообще совершенно другой, вот, он невысокого роста, в полусреднем весе боксировал, и, то есть, единственное, что Олег, Олег Шалаев, это его тренер, он очень амбициозный спортсмен и ввел себя, как бы, ну, как на ринге агрессивно достаточно. И у него даже, по-моему, прозвище было там, типа, бультерьер там или еще что-то такое, или питбуль, я сейчас не помню. Вот, он по профессионалам боксировал, и по психотипу ему Коля не подходил, вот, Коля не подходил совершенно для него. Раздражался на нем, да, что ли? То, что раздражался, он по-другому и вообще не разговаривал, никогда, вот. Коля просто, он высокий, руки длинные, там, ноги длинные, скорости, да, 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 скорости другие. Олег, наоборот, он невысокого роста, очень взрывной, вот, в средней, ближней дистанции готов работать себя, как бы, самоутверждать. Вот, и Коля, он что-то похожее пытался ему привить. И, хотя он заботился о нем, Коля, там, в свое время тоже не питаться, ничем, как бы, там, особо не было в 90-е годы. А для такого парня прокормить, это вообще, это самое… Совершенно другой метаболизм, да, совершенно другой объем калорий требуется. Он и дома у него, как бы, это самое, все время, то есть, он его голодным не оставлял, и контракты пытался пробить. То есть, на самом деле, Коля, конечно, очень много обязан Олегу, вот, то, что они разошлись, это уже, там, отдельные разговоры, но с тренерами Коле не очень везло, то есть, пока вот ему… Я, да, я слышал это, да. Да, это от него тоже, да? Нет, я смотрел немножко, вот, да, примерно так, ну, где-то… У меня просто свое мнение, я рассказываю, вот, как бы, сформировалось то, что несколько спортсменов, и Зимин тоже, вроде как, специалист по тяжам им занимался, потом Армянин, по-моему, вот, он, мне кажется, больше ему дал, чем кто-либо, вот, потому что, вот, он ему как раз вот это вот на дистанции работа, передней рукой работы давать. Ну, Коля, когда, например, бой переходил в стадию, там, допустим, такую, что надо себя проявить, он сразу вспоминал, что, ну, подсознательно, конечно, что у него тренер Олег, ручки к себе поближе, и себя Тайсона изображал, хотя, Коля не Тайсон, а вы все видели. Вот, то есть, все равно, вот это вот, то, что заложили в нем изначально, оно, как бы, вылазило. Вот, но Коля, как, вот, шоумен, он, конечно, хороший, я имею в виду в спорте, просто такой нужен на ринге. На самом деле, если взять таких выдающихся спортсменов, ну, даже братьев Кличко, например, то вряд ли, например, ему было бы там легко с ними, но и грамотно. Они более, как бы, скажите, ну, так, пропорционально, лучше физически, да? Они даже в любительском виде спорта достигли большего, они олимпийские чемпионы, один финалист Олимпиады, другой, там, олимпийские чемпионы. Они, хотя мне, как, скажем, ну, по типу, мне они не очень нравились, как боксировали, вот, но, тем не менее... Достигали все эти результаты. Они достигли этот результат по любителям, потом по профессионалам, ими занимались очень серьезно. Вот, у Коля такого, конечно, не было, и его уровень, конечно, с их не сравнить. По Веткину нашему, скажем, тоже не повезло, это тоже с тренером имеется в виду. Но у Сани, конечно, данный уникальный характер такой, что он все равно своего добивается, и думаю, что он, как бы, еще не уходит. Конечно, выбор веса, я не знаю, чем продиктован, но по Веткину, конечно, лучше было бы в первом весе боксировать в крейсерском, а не лезть в супертяжи, вот, он бы там просто был бы человек-легенда, которого не пройти никому. Ну, можно тогда сейчас сразу, мы про великих спортсменов немножко поговорили, а вообще известные спортсмены с основобора какие-то вот именно вышли, то есть именно не только тренера, которые были озвучены, да, в самом начале ролика, а вот вообще из школ сосновоборского бокса, можно, да, назвать? Да, это вот, ну, как бы, самое известное, это Василий Николаевич Тюменцев. Он чемпион Европы среди юниоров, тоже в супертяжелом весе. Он побеждал на международных кубковых турнирах, по-моему, Кубок Короля Таиланда он выигрывал. В любом случае, медаль, да, Королевский кубок. Медаль, например, Королевский кубок, она вообще, она красивее чемпионата Европы, там она вся такая, ну, наверное, чисто по-тайски. Вот, все время там был где-то в районе первой-второй на Союзе, ну, больше второй. Но он тоже по психотипу, он говорит, зачем мне, чтобы в сборной оставаться, мне достаточно второго места, зачем лишний раз перед это самое. Но в ответственный момент он всегда включался, вот, и там добивался, чего хотел, как бы чемпион Европы, это, в общем-то, это самое, это самый серьезный у нас в Сосновом Бару, как бы, результат. Вот, Василий Тюменцев, он также с Казахстана приехал с Петром Сидориным, с тренером, и под его, как бы, он вырастил его, и он показал, как бы, результат под его руководством. Но на самом деле там была целая плеяда боксеров, они все, вот, каждый из них представлял, как бы, себя личность, каждый мог, в принципе, вот, добиться, допустим, ну, как говорится, место в сборной Союза однозначно, вот, ну, может тоже и на международных успехах показать такой же результат. Это, говорю, там, пальцев не хватит пересчитывать, это и Кочурин, и Евтушенко, и Старкин, еще там Барышников, вот, я фамилии называю, вот, кого-то знаю лично очень хорошо по именам, вот. И эти ребята все могли показать результат тоже на уровне сборной стороны и на международном уровне, ну, так уж получилось, что, опять-таки, у них там чуть ли не в одно и то же время, там, 18 лет исполнилось, у них у всех дети, там, чуть ли не в один день у всех родились, ну, примерно так, ей пришлось, как бы, из бокса уходить, там, семьей заниматься и так далее, вот, в спорте, вот, только Василий остался и показал, как бы, результат. Потом, вот, ну, это все ребята с Казахстана. Вот, чисто сосновоборский боксер, который здесь родился, вырос, вот, больше всего достиг, это Смирнов Игорь Николаевич, он в 48, 51, 54 боксировал, во всех весах он выиграл город Ленинград, у него приз «Хрустальная перчатка», такое есть тоже еще у Леонида Медведева, он у Игоря Галентиновича занимался и у Харламова, у тренеров. А Смирнов, он, царство небесное уже, вот, он занимался у Сидорина, вот, это, это вот тот, кто именно, вот, родился в сосновом бору, пришел в секцию сосновоборского бокса, достиг вот от… Впитал культуру соснового бора. Да, от первого разряда и вот до мастера спорта он, как бы, вот, самый титулованный, это Смирнов Игорь Николаевич. Станислав, а расскажи сейчас про текущую ситуацию, вот, именно, в боксе, в нашем городе, в Сосновом бору. У нас в Сосновом бору сейчас бокс вроде начал второе рождение, как бы… Сколько вообще секции? Секции у нас две. Это где находится? На космонавтов ваше, да? На космонавтов 24. И вот секция, которая уже, как бы, имеет, тоже уже традицию на мира находится. На мира 5. Нет, 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 нет. На мира 5 – это секция сейчас рукопашного боя, раньше это тоже была боксерская секция, там тренировали другие тренеры. А на мира еще раз тогда какой адрес? Мира, я затрудняюсь адрес сказать, вот где Ручьевский завод находился, там сейчас отличный зал. Рыбзавод, да? Да, 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 рыбзавод. Там отличный зал, очень обустроенный, вот, размеры хорошие. Там преподает, вот, уже 20 лет, Кредышев Виктор, тренер. Работает тоже, как бы, естественно, результаты, желание вкладывается, постоянно работает. И вот в чем, как бы, проблема с новоборского бокса сегодня? Как раз с ней и он столкнулся, и я. Это то, что ребята, вот пока они молодые, юноши, они занимаются достаточно охотно, посещают регулярно. Наступает время учебы, и вот эти ребята, которые вот уже сейчас должны показать результат, что-то сделать, принести славу тренеру, даже можно так сказать, они уходят учиться, в Санкт-Петербург уезжают, или даже вот еще на уровне школы, они все, у меня 11 класс, мне надо заниматься, готовиться к институту, у меня даже времени нет посещать, там, раз в неделю, ну, если даже есть раз в неделю или два, это ни о чем, надо заниматься каждый день. Каждый день, да. И две тренировки желательно, тогда будет какой-то результат. Насчет того, что физически, там, физиология, прочее, конечно, вот этот переходный возраст, нужно очень аккуратно его, конечно. Это мы сейчас про 14-17, да, говорим? Да, да, да. Это нужно, ну, просто если он придет сразу, там, 15-летним, его грузить, 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 то, да, может произойти. Но ребята, например, которые занимаются, там, с 10-12 лет, у них постепенно организм уже адаптируется, и вот этот вот прирост нагрузок, тем не менее, все равно бывает такой момент, что, там, раз он резко, вчера он был одного роста, там, буквально лето прошло, и он вырос, там, на голову, он другой, ему нужно снижать нагрузки, потому что у него, как бы, не справляется. Вот, одна система обогнала другую. Ну, это уже, как бы, и родители на это должны обращать внимание, врачи, которые разрешают заниматься видом спорта, ну, и тренер, безусловно. Вот, а так, если парень рос, там, с 10-12 лет, а еще, если лучше, там, с 5-6 лет он занимался еще каким-то другим спортом, то он, в принципе, вот этот вот переход, ну, достаточно, как бы, ровно переносит, вот, и, возвращаясь к тому, что, там, физиология и так далее, пример, вот, хоккеисты взять, у них 3 тренировки в день, им еще в 10-12 лет, они только и делают что-то, тренируются, спят и, спят и тренируются, и, ну, едят, безусловно. Вот, и это я к тому, что у нас в Сосновом Бару такая ситуация невозможна, у нас система не готов ее критиковать, потому что я тоже считаю, что массовый спорт, он необходим, и, вот, но у нас она направлена только на массовость, то есть количество, 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 от этого зависит, вот, моя успешность как тренера зависит от количества участников, а не от качества. Например, ну, взять, там, 6 спортсменов и только вот ими заниматься, результат, я думаю, был бы, ну, скажем, у любого среднего тренера, если он будет ими заниматься и, там, ни о чем не думать, вот, но мы, например, такого себе не можем позволить, по одной простой причине, что, во-первых, это никак не будет оцениваться, ни, хоть они, там, даже, там, что-то будет, там, добиваться на, там, на области, на северо-западе, на России, и тренер просто с голоду умрет, что называется, поэтому у нас нет спортивной, скажем, чисто спортивной, спортивной, даже не знаю, как это правильно сказать, мы не в спортивной системе, то есть мы в системе образования, которая подразумевает массовость, а то, что называется спорт, спорт, он тоже имеет свое финансирование определенное, мы к этому отношения не имеем, и поэтому даже чисто физически себе не можем, допустим, оставить, там, 20 человек, пусть, там, как говорится, сами, там, как трава растите, на скакалке прыгайте, да по мешку бейте. Думаю, вот мы как раз и подошли к такому интересному главному вопросу, да, везде определяет экономика государственная, да, где расставляются определенные приоритеты, ну, это у нас политики, скажем так, и расставляют приоритеты, да, там уже как получится, потому что везде есть свой ресурс, да, и любое дело, любое начинание требует определенных вложений. Сколько у вас вообще занимается, да, мы, коли сейчас перешли к экономическим проблемам, да, сразу интересует вопрос, как вы вообще арендуете, или вам что-то предоставляют, вот это, об этом, если можно поподробнее чуть-чуть. Нет, в этом смысле с администрацией у нас, как бы, есть полное взаимопонимание. Муниципальным вам предоставляется? Да, 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 нам предоставлен зал, зал... Какую-то оплату требуют за это или нет, или какая-то минимальная просто оплата? Нет, вообще даже речь не идет. Просто на развитие спорта, вот предоставлять? Если бы я, например, как федерация заходил, то мне, конечно, пришлось бы это, даже администрации самой бы было бы не обойти. Да, но ты все-таки президент федерации Соснововского. Да, да, да. То есть можно по-разному зайти, да, и по-разному будут отношения. Да, но я еще и тренер, ко всему прочему. Я вот как тренер, я получаю ставку за количество определенных учеников. То есть это администрация, да? То есть ты как считаешься, скажем так, сотрудник, работник администрации, да, ну, по-третьему? Я бы сказал, что я сотрудник Малахита. А Малахита уже администрация предоставляет все остальное помещение, оборудование и прочее. И мне, соответственно, предоставлен хороший зал со всеми как бы этими самыми. Единственное, что он, конечно, построен там образца там 80-го года, там, или еще там с 81-го года он, по-моему, функционирует. И там надо периодически ремонты какие-то делать, но... Как вообще, я так понимаю, там, где люди занимаются спортом, да, это мощнейший всплеск энергии, выход энергии. Соответственно, это требует определенной вентиляции, системы кондиционирования, я так понимаю. Да, да. Вот из этого, если они не справляются, я так понимаю, просто какой-то, ну, где-то я где-то был, не помню, в Санкт-Петербурге, где-то заходил как-то. Видел, что даже начинает эта самая краска, так сказать, отлезать или отпадать. Вентиляция – это очень важная, как бы, составляющая любого зала спортивного. Вот, ну, как бы, у нас система окон так выстроена, что мы с помощью нее систему вентиляции, да, выравниваем. Вот, по-хорошему в зале нужна вентиляция и, вот, там, принудительная, не только, как бы, естественная. На улице где-то занимаетесь? На улице занимаемся, действительно, не хватает вот такого игрового зала, потому что, как я уже говорил… Как понять игрового, чтобы это было, понятно. Я просто не очень… А я сейчас поясню, вот, я как раз то, что говорил, что бокс – это довольно занудный вид спорта, когда ты готовишься к подводящей какие-то упражнения делаешь, вот. Интересно, когда ты вот уже одел перчатки, вышел на ринг, и там уже, как бы, все становится… Реализовал себя. Интересно и весело, да. А вот из подводящих упражнений они довольно, довольно нудные. И вот боксеру просто, как, ну, как воздух, необходимы, необходимы игровые тренировки. Необходимо играть в баскетбол, в футбол даже играть, в какие-то… Вот такой вид спорта, он… Есть такая федерация, вернее, но как вид спорта он не очень известен. Мы его называем «рэкбол», и образовали федерацию «рэкбол». Это на ковре или даже там в баскетбольном зале ребята играют в баскетбол без правил, где можно там… Ну, только что в спину нельзя толкать и пальцем в глаз тыкать, а так, пожалуйста, там, что хотите, то и делайте. Но нужно мяч в корзину забить. Вот одна команда против другой. Физически подготавливаешь, ты поборолся, и надо четко с уставшими руками мяч попасть, и нужно быстро ускориться. Для бокса очень хорошо, но в зала нет такого. И мы, например, когда получается, конечно, где-нибудь поиграть, с удовольствием это делаем. Чаще всего на площадку по второй школе бегаем, играем. Ну, например, сейчас там это вообще нереально. В связи с мандемией все позакрывали. Вот я лично раньше бегал в девятой школе, ее закрыли. Уже на протяжении там, ну, наверное, с марта месяца закрытая площадка, ну, имеется в виду, стадион. Да. Не, ну мы такое можем себе позволить только летом. Во-первых, на температуре это травма. То есть, там, как говорится, кожа замерзшая, там, руки замерзшие. Да можно подскользнуться, подгонять ногу, сам поворачивался, подворачивал, не ломал, конечно, да, хорошо обмедовал. Даже если покрытие, оно там зачищено от льда, все равно от этого не уйти. На морозе можно травмироваться. Ну, выше, больше риск. Да, поэтому наличие зала, это, конечно, необходимо. Вот в зале, где я занимался, у нас в ПТУ-236 раньше это было, сейчас это колледж. Вот, там мы сначала забегали в зал баскетбола, отыграли, тоже такой бесправильный баскетбол. Потом разогретые, довольные, там, все кипим, там, идем в парах еще работаем. Замечательно. Здесь вот сейчас такое, такого, как бы, не, это самое, не организовать. Я выступил с предложением, меня даже поддержали, но вот сейчас вопрос в средствах, конечно, упирается. Это сделать прямо от зала, причем позволяет там и газон, и прочее, сделать такую же пристройку к залу. И эта пристройка была бы игровым залом. Плюс его можно было бы использовать и для борьбы, и для акробатики, и там, может, кто-то бы даже посещал. Сразу вопрос, а к кому-то обращались, да, уже, получается? Да, я обращался, я обращался депутат Госдумы. Госдумы не наши, а именно Госдумы. Нет, нет, он приезжал, он приезжал сюда, мне организовали встречу, мне такой депутат Павлов Сан Саныч. Вот, он является его помощником, депутата Госдумы. Мы встретились, я как боксер, фамилии, имена, если не боксеры, плохо всех запоминаю. Вот, проговорили, он, как бы, так это самое, проникся, говорит, да, замечательно. В общем, от себя одобряю, а дальше там проект, деньги, конечно, ищите сами, чем смогу, помогу, вот, на этом уровне. Вот, ну, как бы, идея до сих пор, как бы, живет и имела бы смысл, конечно. Ну, как давно, это уже просто так, ну. Это года два, наверное. Года два назад, да. А может быть, с нашими как-то пообщаться, с депутатами? А какой вокруг, получается? Там, там, воскресенская Наталья, вот, на эту тему мы с ней не разговаривали. Ну, я просто рекомендую, вообще, смысл-то в чем всегда, да, ну, вот, всегда надо проявлять, стараться вообще проявлять гражданскую свою позицию, формировать ее не только, как бы, вот я, например, там, активный, там, да, например, там, участник или там, деятель, вот, ну, и формировать вокруг себя тоже людей. Тех, которые готовы, ну, что-то привнести в плане качества в нашу жизнь. И вот основная проблема в том, что, я просто дважды избирался, что сами избиратели, они молчат. Они не говорят о том, что вот им необходимо. А без видимой потребности, да, ее нужно там записать, может быть, там, пару раз написать обращение, ничего не происходит. Ну, это просто принцип... Сейчас, секундочку, надо же. Это просто принцип работает по запросу. Это, может быть, еще раз стоит повторить, попробовать. Логично. Ну, я просто исхожу из суммы проекта, вот, всего. То есть, там, миллионов, наверное, 30, мне кажется, что к муниципальному депутатам за такими деньгами обращаться некорректно. Нет, там смысл-то в чем. Сначала идет обращение, они дальше там формируют на совете там депутатов, а дальше они уже двигают и общаются, например, с тем же губернатором области и смотрят, есть ли возможность выделить там. Деньги, то есть, часть каких-то денег выделяет бюджет, часть выделяет денег вообще федеральный бюджет, часть областной. То есть, вот таким вот образом все дело собирается, но вот как волейбольный центр тоже построили. Поэтому стоит еще раз написать, чтобы это было у них на заметочке, что есть такая вот проблема. Почему нет? Ну, наверное, да. Чем больше, еще раз говорю, чем больше обращение идет от граждан, тем меньше каких-то там недопониманий и все работают на благо общества. То есть, поэтому стоит попробовать. Благодарю. Да, такой вот вопросик еще. Мы проговорили про более молодое поколение, что понятно, с 10-12 лет можно уже начинать заниматься. А вот если человек в возрасте, можно ли ему заниматься боксом? Например, человек, ну, просто мы вот пока общались, да, дети после того, как они становятся старше, 18 лет наступает, они уходят учиться в другие учебные заведения. И они уезжают. Вот. А после того, когда человек, например, вышел на пенсию, может вообще заняться боксом? Вполне может. Вопрос, что правила бокса, они сейчас ограничивают 40 лет выступлениями на ринге. То есть нет таких ветеранских организаций, нет вообще по правилам ты даже уже не имеешь права боксировать на официальных соревнованиях, если тебе больше 40 лет. И, например, во всем мире даже скажу, у меня просто ребята ездят часто, борцы. Они борются там на ветеранских соревнованиях, там и в 70 лет борются, причем такие приезжают там из других стран, видимо, лучше сохранившиеся пенсионеры. Вообще-то интересно так наблюдать, я просто никогда не видел. В основном там и в расцвете сил всех видим. У меня это вообще даже замечательно. Единственное, что, конечно, вот… Ну он отличается бокс от такого, даже, ну, то есть более такой уважительный, да, наверное? Вот такого бокса нет. Есть… Кикбоксинг разрешает там, по-моему, до 55 лет, по-моему, даже выступать на соревнованиях. Но я их не видел. Я видел дзюдоистов. И они так достаточно уважительно, как бы, друг к другу, там, 60-летние, там, они там… С пониманием подходят. Да, по 20-30 лет. Они именно на красоту, как бы, вида своего спорта. Эстетику. Да, эстетика, да, все хорошо, как бы, там, раз, там, один, другой. Когда вот это только началось, конечно, наши ребята, как всегда, отличались ветераны. То есть они выходили, как на последний бой, там, травма, не травма, там, туда-сюда, надо победить любой ценой этого иностранца. Вот. А потом переформатировались и действительно просто получают удовольствие от общения, от демонстрации, опять-таки, красоты своего вида спорта. И был на соревнованиях под дзюдо. У нас тоже, ребята, ветераны ездят, тоже показывают результаты более-менее, такие, там, и по самбо, и под дзюдо. Вот. Из Санкт-Петербурга у меня товарищи ездят вообще каждый год. Где-то там, ну, кто может себе позволить, конечно. Вот. Где-то там в Испании, там, в таких, в хороших, в теплых странах проходят. Вот. Поборолись, приехали, поборолись, приехали. Ну, естественно, там, чтобы получить на следующую поездку, там, надо тоже обойти всех, там, и не только депутатов, там, и кто-то из спортсменов раньше занимался, там, поможет съездить. Да, да, они, во-первых, помогут. Там, товарищи по спорту, как говорится, поддерживают. Вот, к сожалению, в боксе такого нет, потому что мы ограничены сорока годами. Ну, и плюс, все-таки, травма головы в этом возрасте уже более серьезна. Именно даже не головы, как таковой, а, скажу, про шею. Вот. Потому что шея – это, как говорится, рычаг, на котором крепится голова, и как она там, сразу поступление крови в голову нарушается, кровоснабжение. И, в основном, из-за травм шеи начинает страдать, собственно говоря, и голова, а не от того, что там по ней стукнули, и там, мозг там сплющился и не смог вернуться. Ну, я так понимаю, не выходя на ринг, просто, ну, заниматься боксом. А вот это да, потому что бокс, он достаточно тоже имеет свою красоту, вот красоту перемещений относительно противника. Да, 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 противник напал, ты красиво ушел, раз там обозначил. Кто умеет вот так вот работать, они достигают очень хороших, как бы, результатов. И вот тоже ребята приходят, там, и в возрасте, и в этом самом, тоже там уже и не сорок им лет, они боксируют друг друга, они не травмируют друг друга. Они доверие позволяют, как говорится, раскрыться максимально. И вот один там отработал сеть, другой ушел, подхватил, там, вообще красота. Да, но лишь бы кто-то не сорвался, раз кому-то задели за нос, там, случайно, не случайно, раз там появился… Вот как раз этот, в нем вопрос возник. Да, в глазах огонь загорелся, оскал там, а давай вспомним молодость и пошла. Как себя вести в боксе, ну, вот прямо на ринге, то есть прямо лететь в атаку или все-таки как-то осторожно? Ну, вот это вопрос темперамента, безусловно. Вот, я лично воспитанникам прививаю, что нужно все-таки работать от противника. То есть, ну, и в жизни… Отзеркаливать, да, грубо говоря, в какой… То есть, видеть его, как он, ну, манеру ведения, да, то есть, отсюда уже перестраиваться. Да, даже внутреннее его состояние, и в жизни это больше, как бы, пригождается. То есть, что толку, то самое, без не по существу пожить? Общаешься, там, любой человек имеет право, там, на ошибку… Простая, понятная философия, о чем пожить, да? Да, да, да. Общаетесь, как говорится, там, туда-сюда, там, показал, там, не задел. Ну, а тот, кто не выдержал первый, тот и проиграл, собственно говоря, и начинает проигрывать. Вот, то есть, сначала нужно провалить противника, потом, собственно говоря, наказать его, или встречным ударом, там, или, ну, провалить и начинать свою атаку. А, например, сразу идти вперед на пролом, это тоже, как бы, нужно иметь характер определенный. С той стороны тоже может прилететь, и такая же, может быть, условно говоря, стратегия, да? То есть, сразу на пролом и в кратчайшие секунды… Да, и в этом тоже есть свой смысл, если у тебя, там, как говорится, мышцы хорошо сокращаются, дышишь хорошо, почему бы нет? Принял себе на лоб, там, один удар, а нанес сразу три, ворвался, посмял, там, это тоже, как бы, неплохая тактика, тоже добивается. Но она, как бы, для дальнейшей жизни, она не очень, как бы, приносит этот самый, скажем, неправильную установку на жизнь. И поэтому даже вот таких горячих ребят, я все равно, как бы, это самое, пытаюсь урезонить и другую тактику им преподать, чтобы они все-таки провоцировали противника. То есть, если уж так нужно, пусть противник лезет вперед на пролом, а ты должен красиво уйти от этой, как бы, от этой атаки сильной, там, встретить противника, и потом уже начинать работать тогда, когда он не та самая, когда он уже потерял равновесие. В принципе, вот, если взять ту же борьбу, там, например, дзюдо, они что же, чем там они занимаются? Они выводят противника из равновесия, и физического, и, может, даже где-то, и морального. Вот, вывели из равновесия, а потом, потому что человек тяжело бросить, он тяжелый, там, весит, там, например, там, как и ты, 90 килограмм, это же, надо же поднять, целая проблема. А что сопротивляется? Да, 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 тем более он сопротивляется, причем он сильный еще. Да, 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 ты что такой сильный? Неправильный какой-то порез попался тут. И в боксе такая же точная ситуация, если мы стоим друг против друга, вот, и у нас равные шансы, кто кого, как бы, это самое. Это же тоже целая проблема. Вот, зачем? Пусть он провалится, там, ты будешь подальше от его сильной руки и можешь себя лучше проявить. Вот, это уже такая творческая работа. Вот, и в жизни тоже такой же подход, он больше, как бы, человека потом переносит, это же все равно, мы потом модели, модель, которую мы на ринге сформировали, мы потом переносим на жизнь. И никуда не деться, и живем-то с этим. Причем даже человек, когда он боксом не занимался, он тоже пытается, например, по темпераменту, свой темперамент именно таким способом. Вот, и вот, как с этим человеком общаться, как себя вести, как реагировать, вот, бокс дает очень хорошие навыки. То есть, ты потом уже человека бьешь, а сначала ты же все равно реагируешь ментально. То есть, да, дурак, сам дурак, ну, на уровне того. Уже будем скоро заканчивать, да? Такой вопросик о предстоящем мероприятии. Какие-то предвидится? Да, безусловно, сейчас чуть-чуть вот спало, вот это вот, связанное с пандемией. Истерия, да, немножко? Да, 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 вот я вот тоже правильно назвал бы истерией. Но, с другой стороны, многие люди, ну, я имею в виду из тех, кто, скажем, наши начальники, они где-то перестраховывались, и может быть правильно, потому что неизвестно, что за ней стояло. Сейчас уже более-менее там глаза открываются, и, соответственно, и границы расширяются. Соответственно, мы можем позволить себе выезжать на соревнования. Несколько вот спортсменов, они просто вот, их возраст прошел из-за того, что они не смогли, я в юноше имею в виду, из-за того, что они не смогли себе реализовать вот в этот период. Вот, и сейчас мы рассчитываем сейчас несколько соревнований в Санкт-Петербурге предстоит. Вот, потом... Это когда будет примерно? Весной? Приблизительно кубок от Князева, он будет, наверное, в конце февраля, в начале марта. Они сами еще просто до конца не решили. Это очень хорошая обкатка для спортсменов. Ну, это успеет или вообще подготовиться? Подготовиться, я думаю, что да. Мы так на открытые ринги выезжаем, вот, результаты хорошие всегда показываем. Я так периодически выкладываю в сеть. Как бы надо и ребят порадовать, и другие пусть не забывают. Важно, вот такой вот сразу вопрос, если мы говорим про команды, выезд. Важно ли, чтобы тот, ну, первый боец, который вот из команды идет, например, там в команде сколько там, пять человек, да, например, важно ли, чтобы первый человек все-таки победил для всех остальных? Или вот то, что он проиграл, это тоже может являться каким-то таким, как сказать, установкой для того, чтобы нам, ну, проиграл, но нам нужно этот отбить? Я понял вопрос. На самом деле, когда речь идет о кубковых встречах, когда команда на команду выступает, вот, то это, конечно, там очень, очень большое значение. Вот это вот, там даже своя тактика и стратегия, где-то здесь уступить, там, это самое, этого можно отдать, тут ни в коем случае нельзя. Но мы с командой едем, у нас все равно личные соревнования. Это для того, чтобы, для того, чтобы как бы общий дух команды, общее настроение. Потому что ребята все же все равно едут, они где-то все равно в душе переживают, там, и любой проигрыш товарища, он тоже как-то отражается. Вот, и всегда обычно самые маленькие начинают, самые молоденькие, самые маленькие, как вот есть пословица, мухачам размачивать счет. И раз выиграли, ну, и как бы на сердце уже легче, значит, сегодня наш день. Так что в этом смысле, конечно, имеет значение. То есть в итоге ближайшие мероприятия, вот это, ну, конец февраля, начало марта. Да, ну, мы здесь еще, наверное, проведем, если нам как бы позволит, все как бы там условия совпадут, можно это, можно то. Мы хотим провести 23 февраля турнир. Мы его проводим и в честь 23 февраля, как такового праздника, и в честь первого председателя, президиума нашей федерации, Камчатова Юрия Игнатьевича. Вот память о нем, потому что он много сделал для бокса, тоже помогал ребятам всегда. Даже вот, которые как раз вот начинающим, тренеры к нему подходили, причем не только из бокса, из борьбы, он всегда как бы там надо там на соревнованиях, ребята всегда. То есть не забывал он свой вид спорта, и мы вместе с ним федерацию создавали. Вот, и в памяти его мы как бы 23 февраля турнир этот самый проводим. Иногда 9 мая тоже, то есть или вот, или так, или так. Вот, скорее всего, что мы к 23 февраля проведем этот турнир, потом кубок Князева надо обязательно съездить. Это вот обкатка будет, а потом уже посмотрим, надо по области покататься. В Тоснах хорошие турниры, в Кингисе, Пигачине, вот, и уже посмотреть, как наши ребята себя чувствуют. Уже там, соответственно, выставляться на, это самое, уже не на турнирах, а на официальных стартах, как чемпионат области. Ну, дай бог, еще и на северо-запад кому-нибудь съездить. Какие-нибудь пожелания можно уже сказать нашим зрителям, тем, кто будет смотреть? Какие вообще пожелания ты хочешь дать на путь тебе, может быть? Пожелания, конечно, то, что бокс в нашем городе есть, прежде всего, развивается. Да, и в первую очередь хотелось бы, чтобы развивался еще больше. Мы, причем даже, хотим еще развить кикбоксинг, то есть как сопутствующий вид спорта. Потому что часть ребят чисто под скоростным возможностям, бокс очень скоростной вид спорта, например. А тут еще возможность работы ног и скорости чуть поменьше. Тоже можно себе реализовывать. Открой, маленький секрет. Да. Первый фильм. Ну, у него есть другое название. Никогда не сдавайся, там, ничего, не помню. А еще название у него был «Кикбоксер», что ли, что-то такое. Это с Ван Дамом, наверное? Да, с Ван Дамом, да, да, да. А, наверное, «Не отступать и не сдаваться»? Нет, да, «Не отступать и не сдаваться» он называется, да. Ну, еще его назвали «Кикбоксер». Не смотрел. Не смотрел? Не, ну, это что? Такой фильм, там, ну, это интересно посмотреть. Это первый фильм, который я посмотрел на видеокассете. Ну, это 90-е годы, наверное. Да, 90-е годы. Вот, и он меня очень сильно впечатлил. Да, я тебя перебил, да. Да, да, нет, ну, там есть чему впечатляться. В Ван Дамом он очень, как бы, это самое, такой зрелищный артист. В балете раньше это самое выступало, верно. Но он, кстати, достаточно тоже разносторонний. Он же и балдебилдингом занимался. Может быть, но он даже по какой-то версии что-то выиграл. Да, по европейской, вроде где-то он там выступал, да, что-то вроде где-то занимал. Согласен. И мне, я тоже занимался вот этими видами спорта, когда это было вот там в конце 70-х, я когда в Санкт-Петербург уехал, тоже посвятил какое-то время, то есть понимание есть. И хотелось бы тоже, чтобы ребята были более разносторонними, я имею в виду боксеры сами. То есть даже для боксеров заниматься ногами очень полезно, немножко центр тяжести меняется. И вот именно центр тяжести кикбоксера, работать боксером более, это самое, ну скажем, не то что эффективно, но, скажем, более полезно. И он начинает по-другому чувствовать, откуда идет сила удара. Да, 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 надо ноги чувствовать противника, вот, тем более, что любой удар это шаг в первую очередь, на месте практически там и не происходит. А шаг, если шаг, то можно шагнуть куда-то там в сторону или там еще там чего-то. То есть вот именно, именно как танец, если это воспринять, и через удар ногами это лучше как бы ощущается. Ну и оставаться на ногах все время, потому что там как бы одна нога является опорной, другая маховой. Ты за счет этого, ты как бы понимаешь, что от опоры очень много зависит удар, шаг, удар, шаг. И, соответственно, и в боксе начинаешь это понимать, что шаг с ударом имеет очень большое значение, чтобы не ноги за руками бегали, а именно вот ты на ногах перемещался. И, ну, рукопашный вид спорта имеет сейчас очень большую привлекательность. Если у нас получится, то мы все-таки будем вот развивать, чтобы ребята не только, допустим, на соревнования по боксу ездили, которые ограничены, они могли ездить на рукопашку, они могли ездить на кикбоксинг, может, даже на тайский бокс. Не знаю, за тайский, но вот кикбоксинг точно. И уже как бы такое одобрение сверху вроде как мы получили. Вот. Да, что касается пожеланий, ребята, приходите заниматься обязательно. Возраст – это не помеха. К нам приходят ребята и под 60 лет, и 50 лет, и 40 лет, и 30 лет, и 20, и 10. Космонавтов 24. Да, космонавтов 24. И всем как бы находится время, кому-то в 3 часа, кому-то в 5, кому-то в 7. Кто-то с утра может приходить заниматься. И это не значит, что если ты пришел на бокс, я сразу ставят, вот тебе парень, там стоит такой плечистый, там разрядник, там, и это самое, ну-ка покажи-ка свой характер. И ты, нет, что-то мне бокс не нравится, там уходишь, там зубы шатаются и так далее. Такого нет. В первую очередь вы начинаете двигаться, учитесь двигаться, перемещаться, защищаться, удары наносить. Где-то у вас функционалка начинает подниматься. А потом, если у вас есть желание, вы уже работаете с противником. И причем работаете не так, чтобы сразу, там, это поединок, кто сильнее и кто-то что-то может себе показать. Нет, вы отрабатываете именно защиту, удары свои отрабатываете. Ну, уже по, это уже условно. То есть ты знаешь, тебя вот ударят сюда, от него вот такая защита, и вот вы, например, работаете. Потом это все усложняется, усложняется, и уже, опять-таки, при желании можно работать в парах. Вот. Если у 30-летних и у 40-летних, не говоря уж про меньший возраст, это желание всегда предостаточно, то другие категории, они вот получают именно функционалку, получают навыки передвижения, перемещения. А это очень дорогого стоит даже, грубо говоря, с учетом гололеда нашего, сегодняшнего и прочего. Бокс очень дает универсальную координацию. Так что приходите, снимайтесь. Ну что, Станислав, спасибо большое за то, что ты пришел в гости. Я для тех, кто смотрел, это у нас был в гостях босковцев Станислав, это президент федерации бокса Соснового Бора. Обязательно переходите, все ссылочки на группу ВКонтакте будут указаны, также будет контакт указан, чтобы можно было каким-то образом связаться, для того, чтобы прийти и начать уже тренироваться. На этом все, спасибо большое и все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok